всем привет недавно записывал видео на тему того как организовать прихожую и получил много отзывов в частности иван вы бы лучше порекомендовали как увеличить прихожую в какие цвета и и покрасить и как вообще оформить я услышал вас дорогие друзья и сегодня 9 способов как зрительно увеличить прихожую поехали итак 9 способов зрительно увеличить прихожую первый способ это конечно же зеркала вот например в этом проекте там где мне попалась не очень широкая но вытянутая прихожая я использовал прием зеркальный шкаф шкаф нам нужен на нем дверцы нам нужно куда-то смотреться когда мы оделись и нам нужно увеличить эту самую прихожую поэтому решение родилось само собой нужно сделать полностью всю стену зеркальную и прихожая зрительно увеличилась в два раза плюс добавилось света потому что зеркала отражают свет и вот этот яркий синий и картины которые висят здесь на стенах стали отражаться и тем самым прихожая стала еще нарядней вторая квартира в которой мы тоже использовали прием зеркала но немножко по-другому здесь мы наклеили зеркало не на шкафы а полностью на всю стену и напротив этого зеркала поставили комод на котором будет стоять красота такой прием тоже хорош когда у вас небольшое пространство а хочется чтобы она выглядела больше старайтесь использовать не только зеркала но сочетать его с какими-то предметами мебели чтобы у вас не просто пространство исчезала а чтобы вы могли его каким-то образом оценить где она начинается где она заканчивается и здесь помогает очень хорошо мебель вариант номер два увеличить площадь пола больше пола больше прихожая вот например в этом проекте мы использовали прием отодрать шкаф от пола таким образом мы получили большую площадь пола которую мы можем просмотреть глазами и за счет этого мы увеличили зрительно прихожая вариант номер три нужно к прихожей отнестись как к отдельной красивой комнате и поставить в ней отдельно стоящую красивую комнату вот например как в этом варианте отдельно стоящий красивый комод на которую мы можем поставить красоту и когда мы будем заходить будем любоваться этой красотой а вот в этом варианте например мы поставили диван за которым висит огромное красивое круглое зеркало справа стоит удобный столик на который тоже можно поставить красоту а также складывать ключи смысл этого приема заключается в том что мы говорим о том что у нас прихожая настолько большая что мы можем в ней поставить любую мебель вот посмотрите как красиво она смотрится но для этого вам нужно позаботиться о том чтобы всю одежду куда-то спрятать это либо шкаф либо гардероб за дверью четвертый вариант собственно это продолжение третьего прихожая как выставка для произведения искусства то есть мы усиливаем эффект от красиво стоящей мебели и используем не только мебель но и какие-то предметы искусства которые заставят нас разглядывать это либо картины либо это какая-то красивая мебель либо это какая-то скульптура либо ваза то есть мы прихожую превращаем в такое некое выставочное пространство это со всех сторон хорошо во первых это зрительно увеличивает пространство во вторых это делает прихожую нарядной в третьих когда вы попадаете в это нарядное пространство у вас поднимается настроение и вы уже с правильным приподнятым настроением идете дальше в квартиру но согласитесь это лучше чем заходить в узкую прихожую со всех сторон увешанную одеждой на гвоздиках пятый вариант это объединить прихожую вместе с гостиной так мы делаем когда квартира не очень большая как например в этом варианте это стандартная квартира распашонка в которой совершенно не предусмотрено пространство для шкафов и гардеробов и нам пришлось сделать гардероб вместо санузла а прихожую объединить с гостиной таким образом зрительно мы получили одно общее большое пространство но для того чтобы оно смотрелось красиво нужно подумать над планировкой как мы это и сделали в этом проекте чтобы все вещи хранились в отдельной гардеробной комнате и ничего не валялось шестой вариант подумайте над таким приемом как перетекающие пространство для этого нам нужно вырезать над дверью верхнюю перемычку и сделать так чтобы потолок был единым и как бы перетекал из прихожей например в гостиную вот как в этом проекте в чем смысл смысл в том что наш глаз не встречая никаких преград скользит от прихожей гостиной а раз он не встречает преград он строит к себе воображение что это пространство гораздо больше чем она есть на самом деле то есть он объединяет одно пространство с другим это и называется перетекающие пространство вот еще один пример это мы уже использовали в доме здесь эффект еще сильнее потому что наш глаз скользит и упирается прямо в окно из этого окна попадает свет в прихожую таким образом пространство получается цельным объединенным и просторным ну и опять же обособленным очень хороший прием возьмите на вооружение его можно использовать практически в каждой квартире седьмой вариант это окно в прихожей не каждый может себе это позволит но если у вас случилось такое чудо и появляется окно в прихожей то обязательно его используйте это настоящий подарок потому что солнечный свет дарит нам не только освещение в дневное время но и ощущение простора потому что пространство которое за окном тоже работает на интерьер понятно что в квартире скорее всего в прихожей нет окна но если это частный дом а тем более если вы проектируете частный дом с нуля то обязательно предусмотрите окно в прихожей это очень классный прием который сам по себе уже делает прихожую нарядной просторной и светлой 8 вариант называется исчезающая прихожая смысл заключается в том что мы делаем прихожую частью интерьера и если вспомнить вопрос композиции где есть главное второстепенная поддерживающая то вот здесь вот у нас прихожая становится как бы таким неким фоном но для того чтобы там не было никакого визуального мусора как мы это называем виде одежды но в смысле это не настоящий мусор это визуальный шум так называемый нужно предусмотреть гардеробную куда все эти вещи спрячутся и например вот в этом варианте здесь прекрасно продемонстрировано как прихожая становится фоном и как наш взгляд плавно перетекает на кухню через красивую этажерку перегородку который являет собой и стену и перегородку и красивую этажерку и мы уже любуемся то что на кухне а не то что в прихожей вот это вот называется прихожая растворилась в интерьере девятый вариант того как можно зрительно увеличить прихожую и он совершенно необычен поэтому буду рад если вы напишите в комментариях свое мнение по этому поводу ну а я рассказываю в чем суть этого варианта это прихожая абсолютно черная и смысл заключается в том что когда мы попадаем в эту темную прихожую у нас такое ощущение что мы оказались в такой некой шкатулочки и соответственно когда мы из этой шкатулочки выходим в гостиную а соответственно попадаем в самое светлое пространство а гостиную у нас очень светлое практически белая то на контрасте из темного в светлое по ощущениям мы воспринимаем гостиную еще светлее и еще больше чем она есть на самом деле вот такой вот интересный способ когда мы делаем все наоборот и играем на контрасте заставляем ощутить комнату больше чем она на самом деле с помощью прихожей кстати по поводу отделки этой прихожей тоже интересно поговорить во первых она черная во вторых стены у нее отделаны как отделана кожаная сумка у шанель гардеробная здесь тоже имеется и она тоже темная и все это создает ощущение такой некой камерности ну и как я уже сказал это все сделано ради того чтобы выходя из прихожей в гостиную мы ощутили эту самую гостиную еще больше еще светлее еще наряднее вот такие вот варианты друзья у меня накопились которыми я с радостью с вами поделился поэтому пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ну и конечно же ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ну и всем пока до новых встреч да прибудет с вами муза